Всем привет народ, с вами Варчик, в этом видео расскажу вам про кранвагена, получил на нем 3 отметочки, танк замечательный, ветка тоже, расскажу все его фишки, как на нем нужно играть, давайте начнем с коллижной моделики. Броня у танка в основном находится вся в башне, корпус не особо бронированный, но можно танковать бортиком, у него НЛД 193 мм и ВЛД примерно 230. В принципе брони не слишком много, но если мы играем через рельеф, то ВЛД превращается в 300+. Но на самом деле ВЛД и НЛД, тем более НЛД, лучше не показывать вообще. Если сбоку посмотреть, то корпус довольно таки сильно выступает перед башней, и если чрезмерно залезть на высокий холм и начинать переезжать прямо через него, НЛД ваше будет показываться очень рано для врага. Вам может казаться, что вы играете от башни, но на самом деле ваше НЛД уже торчит на весь экран врага. Поэтому нужно привыкнуть к габаритам танка, попробовать как на нем играется через холмы, чтобы не показывать свое НЛД, потому что оно довольно таки рано показывается по сравнению с большинством остальных танков, которые играются от башни. Если посмотреть на броню в башне, то здесь 380-360, в зависимости от того, куда мы смотрим, в верхнюю или в нижнюю часть башни. Поскольку вверху угол получается больше, поэтому и брони там получается тоже больше. Если мы играем через рельеф, то конечно же брони становится еще больше. Но допустим ПТ-10 стреляющие голдой на самом деле могут пробивать на зубашню, поскольку у них пробитие там под 400 примерно столько же, сколько у нас брони. Поэтому лучше на ПТ с голдой особо сильно не быковать. А если быковать, то только через рельефы, так чтобы брони у нас было побольше. Также еще из особенностей у нас лючки очень ватные, их легко пробить, но они маленькие, они у нас очень небольшого размера, но попадают в них довольно таки часто. Все уже знают, что они пробиваются, раньше как-то все не особо их замечали, сейчас уже рандом привык, кронвагинов стало много, люди поняли куда его пробивать в эти самые лючки. Для того, чтобы наши лючки уязвимой зоны прятать, нам нужно наше орудие поднимать вверх. Когда мы поднимаем его вверх, то наши лючки прячутся за башню назад опускаясь и их не видно. Конечно в таком положении стрелять мы не сможем. И в целом орудие у нас поднимается не слишком хорошо, поэтому имейте ввиду, что когда вы стреляете с поднятой жопой, у вас орудие может не подняться. Еще из фишек у этого танка очень сильно помогает в некоторых ситуациях танковать обратным ромбом. Никогда не ожидал, что на кронвагине это будет очень рабочей схемой, поскольку танчик, казалось бы, может играться только от башни. Но если посмотреть на броню в борту, она там на самом деле есть 300, 500, 400, 280. Все замечательно, пока мы не наводим мышку на район переднего катка. Там становится брони поменьше, в районе 300, чуть меньше 300. И очень легко показать в ЛД с щучьим носом, где брони будет очень мало. Но если танчик развернуть и танковать обратным ромбом, то у нас брони будет побольше. Поэтому играя обратным ромбом, разворачиваем танчик жопой к врагу, прячем жопу за стеной, допустим, и показываем врагу только борт. Таким образом у нас становится в борту брони побольше, чем когда мы стоим передом. Главное не показывать жопу. Но здесь есть такой вот квадратик, который торчит, и в нем брони очень мало, 30 мм. За все время, сколько я обратным ромбом на кранлагене танковал, меня в него пробили один раз. И на самом деле его можно спрятать тоже за стеной, его будет не видно, да и в него попадают очень редко. Но могут попасть. Какие еще особенности нашего кранлагена? У нас пониженное пробитие, поскольку очень крепкая башня, которую практически не пробивает никогда и никто. За последние там недели, пока я играю на кранлагене, меня пробивали в лоб башни, один раз меня ПТшка голдой пробила. Больше в лоб башни никто меня не пробивал. Иногда пробивают в борт башни, поскольку брони там не особо много, а башня поворачивается медленно. Поэтому иногда получается, что не успеваешь ее довернуть. Либо если был невнимателен и сам ее подставил. Пробитие под калибром 252, пробитие кумулятивом 300. Наверное один из самых больших минусов этого танка это пробитие голдой 300. Но то, насколько ты безопасно себя чувствуешь, когда ты занял правильную позицию, дает тебе возможность этой голдой с пробитием 300, безопасно и обдуманно выцелить уязвимую зону врага. И на самом деле этих 300 пробития хватает, чтобы очень сильно повлиять на бой. Поскольку этот танк, наверное, один из самых сильных прокачиваемых танков 10 уровня. Да и в целом ветка у него тоже сильная. На 9 уровне Эмиль 2 примерно то же самое, что Кранваген, только чуть хуже во всем. Очень сильный танк. И на 8 левеле тоже танчик. Эмиль 1, который более облегченная версия Эмиля 2, тоже довольно-таки сильный танк. В целом ветка очень интересная и сильная. Ее желательно прокачать. Также орудие у нас барабанное, 3 снаряда с альфой 440. Точность 0.36 и сведение 2.5. В целом орудие не особо стабилизированное, но в целом орудие приемлемой точности, чтобы выцеливать уязвимые зоны. Хватает времени, чтобы свестись, выцелить и нанести урон. Но еще из особенностей то, что барабан перезаряжается очень быстро. И нет такого ощущения, как на других барабанах, типа раздал барабан и очень долго нужно прятаться где-то, искать укрытие и нельзя сыграть нагло и активно. На кранвайне иногда можно даже упарываться и врываться, поскольку туда-сюда и барабан снова будет заряжен. Да, конечно заезжать в перекрестный, раздавать барабаны и сидеть между несколькими врагами, глупая затея. Но играть на передовой и очень активно, не то что можно, нужно, поскольку танчик очень активно может играться. Удельная мощность танка 18, медленным тяжом его не назовешь. В целом он довольно подвижный, как для тяжа, но не особо торопливо поворачивается корпус и очень медленно поворачиваются башни. Ездит он как по рельсам. Максималка 60 км в час, очень кстати для того, чтобы быстро менять фланги. Танк максимально подходит под геймплей нынешнего рандома. Под быстрые бои, под кучу рельефов, огромное количество всяких куч мусора, от которых можно играть от башни. Все карты перекопаны, рельефов много, танк подходит под игру максимально. Среди прокачиваемых танков на кранвагене самая высокая планка на 3 отметки. 4700. На нем можно делать невероятные результаты. И когда я брал 3 отметки на этом танчике, средний урон у меня был за стрим 5000. Это первый танк, на котором я начал набивать средний урон 5000. Поначалу получалось там 4000, потом 4600, 4700. И вот уже за последние пару стримов, пару раз получилось за стрим сделать средуху на нем 5000. Это так сказать первые пробы в такую средуху. Я пока еще только учусь, можно сказать что. И не удивительно, что на самом сильно прокачиваемом танке это мне удалось. В целом танк получается очень сильный. На нем можно и бортом потанковать, если научиться. Он абсолютно создан для того, чтобы безнаказанно играть от башни, если контролировать свои лючки. И за счет своего орудия он максимально активно и всегда готов принимать участие в любом замесе. Долго я на самом деле брал на кранвагене 3 отметки. Все потому, что я сам себе мешал это делать. У меня очень сильно пригорало от игры. И по сути горело из-за того, что я сам себе накручивал. Беспрерывно проговаривал каждый бой в минусы игры. На каждой карте, в каждом бою, что не так. И по сути вместо того, чтобы заниматься боем, я поливал грязью игру, игроков, которые играют плохо и так далее. Занимался чем угодно, кроме непосредственно самого боя. И вот на последних парах стрейбах я просто попробовал тупо заткнуться и играть в игру. И вы не поверите, помогло. Когда просто играешь в игру, оказывается, следишь за боем, ничем не отвлекаешься, то и результат получается нормальный. Чудеса. Плюс еще мне помогли мои же советы сами для себя и для вас. Я тоже сделал видос, как делать средний урон 5000. И совокупно, в принципе, у меня получилось взять на кранвагене 3 отметочки. На самом деле, было очень интересно на нем поиграть, особенно последние стримы, когда уже начинало все получаться. Танк нереально сильный, я кайфанул реально от того, как взял на нем 3 отметки. А вот когда жопа горела, кайфа, конечно, никакого нет. По поводу оборудования, с которым я катал. Закалка, которая увеличивает хп. Фиолетовый стабилизатор забоны. Фиолетовая вентиляция. Также расходники, большая ремка, большая аптечка и доппайок. Так, инструкций никаких не было, поскольку там никаких у меня особого не осталось. Ну и экипаж с кучей перков, там было все прокачано, что нужно, кроме интуиции. Поэтому фугасы я с собой не возил вообще. Можно было бы, наверное, взять один барабан фугасов на всякий случай. Но для этого нужно прокачать интуицию. Без интуиции смысла в ней нет. И ни разу не было момента, чтобы я мог куда-то там присунуть этот барабан фугасов. Поэтому я катался без фугасов. 12 подкалибров, 36 кумулятивов. Танк реально четкий. Вся ветка офигенная. Рекомендую. Попробуйте. Это то, что нужно сейчас для рандома. Ну и кранвоенов на самом деле в рандоме очень много. Что означает, что скорее всего планка на 3 отметки потихоньку будет, наверное, спускаться. Но это не точно. Заглядывайте в плейлист гайд после 3 отметок. Там много интересных видосов. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Варчик. Горать красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok